Сегодня среди возможных кандидатов на президентский пост называют Святослава Бакарчука и Владимира Зеленского. Ты можешь себе представить кого-нибудь из них в роли президента Украины? Я бы не хотел это представлять, потому что все равно я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И как это не банально звучит, но Вовщик должен, наверное, смешить, руководить коллективом, телевидением заниматься. Слава должен петь, писать песни. Я же был в такой ситуации после Евровидения, когда собралась партия под меня, которая называлась «Противсих». Да, я никогда это особо не рассказывал. Идея витала в воздухе уже. Да, съезд должен был быть в цирке, сердечко идет в парламент. Понятно, что это было предложение финансово очень заманчивое, скажем так. Нельзя говорить, кто озвучивал. Озвучивал что-что. Предложение это. Я бы тебе сказал, но я его не помню вообще. Он был в политике, но я находился в ситуации слушателя. Они возле меня прямо танцевали. Деньги предлагали? Конечно. Большие? Большие. Но я сейчас тебе расскажу. И вот когда эта ситуация начала накручиваться, там какая-то регистрация должна была быть. И вот ты представь, за несколько дней до этой регистрации в офис приезжали люди, которые давали мне вот такой приезд денег, 50 тысяч долларов, только за то, чтобы я просто с ними поговорил. То есть, на ответ это не влияло. Хочу я там, чтобы они были в списке или не хочу. Вот 50 тысяч. Я говорю, спасибо, не надо. 100 положить. Я говорю, когда машина стоит, мне говорит. Я говорю, возле ресторана. Она говорит, мы можем перекинуть тебе в багажник 3 миллиона долларов. И я думаю, ого. Это просто два человека. И я говорю, ну знаете, наверное, оставьте их себе. И я приезжаю на работу, и нам через два часа нужно ехать на эту, что-то там подписывать, какая-то регистрация. И там уже собрались журналисты, собралась какая-то массовка, которая нас должна была там встречать. И я в последний момент, я говорю, Инка, нас умьют. А какая умница ты. И я говорю, я не хочу. Я говорю, если только сейчас вот началась вот эта потасовочка и вот эти танцы, я говорю, я не хочу. И я сделал абсолютно правильно. И ты сегодня об этом не жалеешь? Да не то, что я рад. И я не знаю, вот была же и Руслана, была и Злата Огневича. Вакарчук был там. Вакарчук, Тайя Павли. Это помогло? Навредило. Только навредило ей. Вакарчук, Тайя Павли. Продолжение следует...